Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, сегодня черная пятница, выложили на продажу довольно-таки не кислое количество танчиков, среди которых есть Т-55А. И я бы остро не рекомендовал приобретать данную машину ребятам, которые имеют среднюю статистику по победам, не сильно скилловые игроки, уж тем более не рекомендовал бы начинающим. Вроде бы казалось бы, 8000 просят за девятку, премиумный танк, это классно, это прикольно, но машинка настолько неиграбельная и неживучая в руках среднестатистического игрока, что уж поверьте мне на слово, лучше доложить 1000 голды и приобрести себе К-91. Кто-то скажет, ГСН, ты сравниваешь несравнимые вещи, ты сравниваешь средний танк с тяжелым танком, но ребят, для среднестатистического игрока, а уж тем более для новичка, машина должна быть по максимуму живучая. Вот К-91 куда более живучий на девятом уровне, чем Т-55А. Акула Т-54Е2, которую я поставил на первое место в топ-3 среди всех вот этих танков, намного живучий, чем Т-55А. Короче говоря, ребят, мое скромное мнение, машина для новичка, она должна быть с таким запасом прочности, я имею ввиду не ХПшку, а запас прочности по удержанию соперников и соответственно их снарядов, чтобы максимально долго продержаться в бою. Если машина этим не обладает, она просто не предназначена для новичков и для средняков. Для скиловых, да, окей, вопросов нет, но опять-таки, скиловики тоже любят подольше пожить, насколько я знаю, для того, чтобы средуху побольше понабивать, как минимум, особенно если скиловики еще и статистами параллельно являются. Короче говоря, ребят, вот такая вот Петруха получается, что Т-55А, который мне достался абсолютно бесплатно, порадовал меня лично в моих руках исключительно тем, что достался мне бесплатно. Достался мне на халяву из контейнера. Вот и все. А во всем остальном машинка меня особо не успела порадовать. Я покатал на ней, у меня есть обзор на данную машинку на первые катки, вот здесь вот наверху в конце видео я обязательно добавлю. Но, ребят, расхваливать то, чего не хочется расхваливать, а уж тем более советовать покупать вам за вашу кровную голду те танки, которые в ваших руках, скорее всего, будут отыгрываться не очень хорошо и будут расстраивать вас, а не доставлять вам удовольствие я ни в коем случае не хочу и не буду никогда. Вот если вы за честные обзоры машин средними руками, если вы не хотите смотреть на то, как супер классный игрок, обалденный, с огромным количеством подписчиков, показывает вам машину во всей красе, а вы ее потом покупаете за свою кровную голду, и у вас идут слезы из глаз, а иногда даже кровь из глаз брызжет, потому что отыгрывать на данной машине у вас просто физически не получается, так классно, как это показывал супер-мега-скилловый игрок. Вот тогда подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу, и я обещаю вам исключительно честные обзоры на танчики средними руками. Я буду показывать вам машины такими, какие они есть, я буду показывать вам товары в магазине исключительно такими, какие они есть на самом деле. Меня никто не проплачивает, меня никто не покупает, я ни на кого не работаю, я сам по себе. Итак, ребят, что по подвижности? Подвижность у машинки, в принципе, как для среднего танка, вполне такие себе даже нормальные. Здесь у меня вопросов абсолютно никаких нет. Время сведения, я бы не сказал, что хорошее, оно просто терпимое. Вот просто его можно вполне спокойно воспринимать, вполне спокойно терпеть. Не более того, вы не будете супер-классно и супер-быстро сводиться, как вам бы этого хотелось, но в целом выцеливать танчики вы успевать будете. Что касается времени перезарядки, время перезарядки действительно очень приятное, очень классное. Тут цепляться действительно не к чему, я от него получаю удовольствие, вопросов нет. Но получать удовольствие на машине с классным КД, при этом будучи абсолютно картонным и не кидающим, как для девятки, какого-то мега урона, ну, я бы сказал, не сильно хорошо. В целом, кататься по карте достаточно. Носиться за кем-то, преследовать того же Т49-го, мне силенок хватает. Что касается всего остального, ну, как бы, не знаю, на любителя, я бы так это назвал. Безусловно, в 46-го пробить, как бы, вообще не проблема, по одной простой причине, потому что он на уровень ниже и особой броней на своем уровне не отличается. Вот этого товарища косанул исключительно, потому что психанул и хотел бросить как можно быстрее в него шот, для того, чтобы подранить товарища. Но, к сожалению, как есть, так и есть. Рандомный рикошет, редкость огромнейшая, и не советую вам рассчитывать на то, что так будет постоянно. Вообще, ребят, сколько я на нем не играл, нагибать на нем у меня не получалось ни разу. Вот прям совсем ни разу. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что легкие танки, в принципе, не мое. Я люблю тяжиков. Тяжиков, которые более живучие в бою, которые позволяют вам как можно дольше продержаться. Ну, а здесь же абсолютно этим и не пахнет. При этом всем, ребят, каким-то чудным образом у меня сейчас получилось сделать три фрага на этой машине. И я ни в коем случае не хочу сказать, что машина сама плоха собой. Нет, она не плоха. Она просто требует сноровки, она требует умения на ней играть. Если вы понимаете и чувствуете, потому что вы сейчас видите на экранах, что отыгрывать данную машину у вас получится, Ну, тогда возьмите ее и радуйтесь тому, что будет у вас в ангаре вот этот конкретно аппарат. Четыре фрага. Я отыграл, я бы не сказал, что просто супер хорошо. Мне повезло и с уровнем подготовки соперников, и с тем, что ребята-союзники меня поддерживали. По результатам 3036, ну, будем говорить, 3040 единиц урона, четыре фрага, знак классности второй степени. По результатам фарма, с учетом премиум аккаунта, ребят, мы имеем 78 с половиной тысяч. И я считаю, что это очень классный показатель. Здесь спорить не буду. Но и бой, ребята, был, я бы сказал, нестандартный для этой машины. Вы не будете, вот прям сразу вам говорю, во всех боях делать по четыре фрага и носить по три тысячи с копейками единиц урона. Две, две с половиной, да, окей, вопросов нет. Три с половиной, это уже, но я бы сказал, прям совсем потолок-потолок, если вы средний игрок, такой как я. Что касается урона в команде, то в команде по урону заняли законное третье место. Нас переплюнул ИС-8. Ну и, честно говоря, я бы сказал, что не сильно этому удивлен. Ну что, ребят, это был абсолютно честный не то чтобы обзорчик, а просто зацен по Т-55А, чтобы показать вам, как эта машинка играется в средних руках. Ну и, соответственно, чтобы вы понимали, а нужна ли она вам за тот ценник, за который сейчас в Черную Пятницу ее продают. Если вы за честный обзор, ребят, подписывайтесь на канал, приходите чаще. Я буду показывать вам машины такими, какие они есть. И еще, если вы за честные розыгрыши, а не пальцем в небо, вот по ссылочке вот здесь вот наверху переходите на видео и смотрите информацию по поводу розыгрышей, которые я планирую проводить. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия.